Всем привет! С вами снова я, Ольга Романова, и мой канал Училка физкультуры в Эмиратах. Сейчас я нахожусь на территории отеля Hilton, он же Redison Blue, и сзади меня, за что я ставлю огромные плюсы отелю, находится алкогольный магазин High Spirit. Поверьте мне, не так легко найти алкогольный магазин в мусульманской стране по нормальным и адекватным ценам. Так что вот, даю вам этот лайфхак, ставьте лайк, пожалуйста, а кто подпишется, вообще будете находить алкоголь в любой стране. Сейчас покажу вам немножко отель Hilton в прошлом, сейчас его переименовали в Redison Blue, от этого он хуже абсолютно не стал. Вот начинается зеленая территория и зона шале, мы называем это бунгало, здесь это называется шале. Вот, просто наслаждаемся зеленой природой, травкой, пальмами, не скажешь, что это Эмираты, а более похоже, не знаю, Турция, Египет или Греция, напишите в комментариях. Вот, шикарный отель просто. Также есть два бассейна, детский, большой такой, с горками, но горки не работают из-за коронавируса сейчас. И такой спортивный бассейн, 25 метров, 4 дорожки. И там, и там в бассейне плавать можно. Есть также большой тренажерный зал, шале и корпус. Сейчас попробую показать, корпус должен был виден, выступать из-за меня, из-за шале. Пройдемся по зеленой территории. Вот, немножко звук заглушает молодой человек, который выполняет работу, косит травку. И потом поговорим с вами про туризм. Поехали! Так вот, хорошие новости для туристов из России. С 11 сентября 2020 года туризм для россиян возобновляется. С 11 сентября начинает летать Аэрофлот два раза в неделю. И авиакомпания Emirates возобновляет свои рельсы по пятницам и субботам. То есть тоже два раза в неделю. Что классно, сейчас идет много заявок и в тренде отели 5 звезд. Возможно, потому что из-за коронавируса все цены падают. И можно отхватить хорошенький, классный, вкусный отельчик за маленькую сумму. Заявки идут на октябрь, на ноябрь, на декабрь, до Нового года. То есть все классно, люди летят. Но летят только в Дубай. Дубай это единственный из семи эмиратов, который принимает российских туристов сейчас. По-моему, с 7 июля Дубайский аэропорт открыт. Но влететь вы туда сможете, только соблюдая ряд условий. Сейчас я их оглашу. Итак, пять условий для влета в Дубайский аэропорт. Первое. Конечно же, справка на коронавирус. Сделанная за 96 часов до вылета и с негативным результатом. Должна была быть распечатана и переведена на английский. Для предъявления в аэропорту и в отеле. Второе. Страховка. Страховка, которая должна покрывать коронавирус. Третье. Декларация о здоровье, которую турист заполняет на борту самолета. Просто вы пишете об отсутствии симптомов на коронавирус. Четвертое. На смартфон закачивается специальное приложение, которое отслеживает передвижение в случае возникновения у кого-то коронавируса, чтобы с вами могли связаться. И чтобы, если вы подцепили где-то коронавирус, чтобы могли связаться с людьми, которые, возможно, находились с вами рядом. И, наверное, забрать их на коронатест. Ну, как же иначе. Пятое. В аэропорту Дубаи вы снова проходите тест. Кстати, за спиной видите большое здание отеля Хилтон. Наконец-то получилось его показать. Так вот, в аэропорту Дубаи вы снова проходите тест на коронавирус. Результат приходит вам в течение 6-12 часов. До этого не рекомендуется общаться с другими туристами и вообще выходить из номера. Ну, выйти вы, конечно, можете, но, честно говоря, лучше поспать после перелета. Потом тест получили. Наслаждайтесь отпуском. Ну, вот что делать, если пришел положительный тест. Тогда турист отправляется в обсервацию. И вот как раз эта обсервация должна оплачиваться страховкой, либо тогда уж платит сам турист. Так что уж обязательно позаботьтесь о страховочке на всякий случай до поездки. Ну, все мы надеемся, что тест приходит отрицательный. Тогда турист наслаждается. А уже после отъезда, после прибытия в Россию вы сдаете тест в трехдневный срок. И обязательно должны запостить результат на портал госуслуг. А вот что делать, если вы из Дубаи хотите добраться в Абу-Даби? Мои знакомые недавно прилетели в Дубаи, но муж резидента Абу-Даби, а жена была по визе как турист. И они переезжали на такси из Дубаи в Абу-Даби. И получилось так, что снова приходится делать тест. Когда вы переезжаете из одного Эмирата в другой, снова делаете тест на границе Эмиратов. То есть на границе Дубаи до Абу-Даби стоит специальная станция. Никто вас не пропустит, пока вы не сделаете тест. Сколько бы муж не доказывал, что у него есть этот тест Дила, это украинцы летели, который дает разрешение проезжать без другого теста, что все в порядке. Нет. Обязались делать тест. Его, как резидента, отпустили работать. Жене, как туристке, надели на руку браслет на 14 дней. Огромный электронный браслет, который нужно заряжать, который можно с ним мыться, купаться, плавать. То есть человек реально 14 дней, карантина, отсидел дома в браслете. Браслет передавал локации, перемещения. То есть выходить нельзя было. Надели браслет с уверенностью, что она не выйдет. И снять его нельзя. Заряжать нужно и можно. Сейчас я просто запущу картинки. Я у людей спросила, мне дали разрешение. Просто полюбуйтесь этими картиночками, этим огромным космическим браслетом. Вот такой вот чудесный браслетик на руке. Надо заряжать, холить или леять и спать в нем. Мыться можно, не вопрос. Ну, плавать тоже, только плавать, только в ванной, поскольку выйти нельзя. Просто огромный браслет. Ну и вот браслет с подзарядочкой. Вот такие вот удобства. Вот такие вот приколы. Но уже радует, что корона, видимо, подходит к концу. Туристы летят. Пожалуйста, если знаете, как происходит сейчас все у туристов в Беларуси, Казахстане, Украине, напишите в комментариях. Подписывайте, ставьте лайки. С вами была Ольга Романова и мой канал «Училка физкультуры в Эмиратах». Отель «Хилтон», он же «Радисон Блю». Всего вам доброго!